привет друзья для всех тех кто устал от современных минималистичных интерьеров мы покажем современный но классический интерьер эта квартира площадью 96 квадратных метров для молодой семьи из трех человек дизайн создавался нашей студии ремонт и комплектацию делала наша подрядная организация и кроме того мы вели здесь авторский контроль поэтому здесь все создано с нашим участием и я ну практически на 99 процентам всем доволен результат очень красивый давайте все покажу подробно попадая в квартиру мы оказываемся в просторной прихожей объединенной с гостиной изначально здесь был узкий коридор и двери в три комнаты мы снесли эту стену и избавились по сути от одной комнаты но она стала общим пространством где происходит вот вся жизнь в квартире заказчики поставили перед нами задачу создать классический интерьер в нем должны присутствовать какие-то классические элементы вот например мы добавили очень много гипса и квартира стала такой немножко английской обратите внимание на эту плитку это такой классический метлах он отсылает к интерьерам начала прошлого века и очень органично вписывается во все это пространство если говорить о мелочах вот эта коробка идет у нас изначально с дверью она всегда вот я очень часто вижу в ремонтах когда ремонт уже сдан сделал очень красивый дизайн а вот эту коробку оставлять черный это смотрится прямо мрачно и вот в этом светлом интерьере это тоже смотрелось бы очень плохо поэтому мы перекрасили ее в свет стен и она сразу в них растворилась также откос является таким проходным элементом который постоянно царапается постоянно его задевают и мы сделали здесь такие элегантные вставки из акрила они также сливаются стеной они не бросаются в глаза но при этом цена надежно защищена мы архитектурно зонировали прихожую от гостиной плиткой и образовали такую грязную зону когда вы входите зимой когда вас мокрые ботинки чтобы вся грязь все то что высыхает оставалось здесь это было очень легко убрать и кроме того мы еще добавили теплый пол который позволяет еще все это высушивать получилось очень красиво потому что разделение идет прямо вот по стене получилось очень архитектурное и органично кроме общей эстетики мы не забыли про функциональность нам в прихожей и в принципе в квартире нужно много хранения поэтому мы вот эту нишу полностью заполнили шкафами с хранением систему шкафов мы разбили на несколько секций чтобы она не была монолитной и не давила на нас сначала у нас идут распашные глухие фасады потом фасады сменяются филенчатыми обратите внимание на вот эти красивые латунные шлифованные ручки которые повторяют радиус на филенках и в центре чтобы разбавить тот красивый зеленый интересный цвет мы сделали вставку из мдф шпанированного дубом натуральным дубом и поставили декор еще конечно же подсветили и вот эта вставочка очень хорошо разбивает эту зеленую массу и в то же время соединяет ее то дом находится в питере недалеко от ботанического сада и здесь цветом всего интерьер является зеленый он как бы пропущен через всю квартиру зеленые и цветочные мотивы о них мы расскажем позже стена напротив дивана оформлена красивыми зеркалами нарезанными на такие маленькие прямоугольники с красивым большим фасетом это такой довольно классический прием и обратите внимание какое красивое состаренное зеркало у многих почему-то она вызывает страх какую-то мистику это красивое состаренное итальянское зеркало они бывают разные бывают менее травленные такой найти зеркало просто с небольшими черными вставочками здесь она полностью травленная за ним специальная фольга обработанная кислотой и смотрится это очень красиво создает дополнительную глубину для интерьера и наполняет его историей интерьер в классическом стиле здесь очень много внимания уделено элементам из гипса здесь очень много лепнины и я потратил несколько дней авторского контроля за гипсовиками мы расчерчивали все на стенах потому что как бы вы не проработали дизайн-проект все равно в ходе реализации всплывают какие-то мелкие моменты которые все равно нужно причесывать приезжать и с гипсом это постоянно но в итоге мы все идеально выберели получились очень красивые тяги из гипса и конечно же особое внимание обратите на потолок у заказчиков было особое пожелание никаких люстр вот мы просто не переносим люстры их в этой квартире не должно быть нам нужны ровные потолки но сделайте их красивыми и вспоминая отсылку к ботаническому саду мы добавили растительный орнамент на потолок мы взяли классическую вытянутую такую ассиметричную розетку из гипса для люстры и в центре отверстие закрыли просто элементом с изображением цветка и потолок сразу заиграл совершенно другими красками орнамент растекся по нему и сделал его интересным роль светительных приборов здесь выполняют эти красивые гипсовые светильники они перетекают плоскости потолка как будто это аккуратно сделали вмятину на самом деле довольно кропотливая работа чтобы стыки были идеальные но смотрится это очень красиво и ничего не торчит качестве декоративного света который подсвечивает стены и какие-то локальные элементы мы использовали встроенный шинопровод используйте только встроенные шинопроводы пожалуйста все накладные смоется просто отвратительно и на шинопровод мы установили красивые латунные споты кондиционер это тот предмет который постоянно нам портит все съемки который раздражает заказчиков но к сожалению без него не обойтись жарким летним днем здесь он тоже был на зеленой красивой стене и как мы от него избавились мы просто покрасили вот тоже краской все стены он растворился и теперь уже не так заметен и не так сильно раздражает потому что представьте себе вот на этой красивой зеленой стене как бы смотрелся белый кондиционер на полу лежит красивая инженерная доска это натуральный дуб нарезанный красивые французской елкой мне нравится вот больше всего из елок конечно же французского с такими острыми углами с ней есть определенные проблемы она обязательно должна быть качественная чтобы потом вот эти углы у вас не перекосило и здесь мы сделали еще более классический прием мы обошли по периметру всю комнату прямыми вставками которые позволяют красиво переходить между комнатами и разделение между прямым паркетом и паркетом елкой мы сделали вот таким латунным кантиком и это конечно же добавляет классичности в этот красивый интерьер стены в гостиной по покрытию делятся на два типа первое это покраска у нас есть два объема первые вот эти две стены комнаты в детскую красивый зеленый сложный цвет это краска little green и второй объем конечно же это шкаф то есть второй зеленый объем все остальные стены покрыты декоративной штукатуркой это очень легкое нанесение шелка на такое едва заметно и и за счет этого за счет нюансов дает интересный эффект и также штукатурка подсвечена сверху что делает ее еще более интересной у нас на канале есть видео которое набрало уже почти три миллиона просмотров о 5 ошибках при создании правильной кухни и на обложке этого ролика находится вот эта кухня точнее и эскиз вот он а сейчас мы видим как получилось кухня в реальности она получилась один в один и она мне очень нравится фасады кухни это mdf покрашены в зеленый цвет зеленый цвет проходит нас через всю квартиру фартук у нас из керамогранита а столешница из кварцевого глумерата он такой как немножко грязноватый и это конечно самый идеальный цвет меня постоянно спрашивают заказчики сделать мне пожалуйста пол и столешницу такого цвета чтобы на нем не было видно грязь вот такой цвет конечно даже не цвет а именно рисунок идеально подходит для того чтобы вам не приходилось постоянно убираться постоянно протирать столешницу мойка у нас под крем снизу белого цвета и белые фаянсовые или как здесь из литьевого камня мойки идеально садятся в классический интерьер смеситель из латуни и здесь есть на самом деле одна очень грубая ошибка не повторяйте пожалуйста их здесь ошиблись каменщики мы уже не стали переделывать к сожалению нужно было торопиться мойка слишком глубоко посажены к стене то есть вот это расстояние по проекту должно было быть ну я думаю что раза в два меньше она должна была быть ближе и у нас осталось очень мало места для смесителя поэтому вот смесители с таким вот рычагом с ними часто на самом деле бывают проблемы я видел когда их ставят вообще вот так по 45 градусов потому что если мы двигаем этот рычажок он упирается в стену это прямо на самом деле косяк то есть надо переделывать картридж то есть принципе это можно решить но думайте об этом об этом моменте и ставьте их все таки подальше стены конечно же идеально если у вас мойка находится на острове где вообще нет задней стены но если стенка есть это более распространенный вариант помните об этом моменте у многих классическая кухня ассоциируется с огромным зонтом или сычагом я помню было модно когда все делали классические кухни с очагами вот этими огромными но здесь у нас все-таки городская квартира не загородный дом не так много пространство на кухне и мы сделали более современное решение мы интегрировали вытяжку верхней шкафчики и я считаю что это элегантное решение не надо привлекать внимание к вытяжке это тот элемент который не стоит вашего внимания внизу довольно классическое расположение классический треугольник где у нас варочная поверхность мойка справа от нее посудомойка вы никогда не догадаетесь потому что здесь фасады с продолжением филенок они как бы продолжают эту историю с рисунком на фасаде и можно даже не догадаться где у нас посудомойка но она под правую руку здесь куда удачно расположена столешница у ползает вот туда внутрь там есть такое тихое место для хранения которое не видно из остального пространства и можно что-то здесь поставить за некрасивая яркая липоватая и это никак не будет нам портить общий вид и здесь три пенала хранение духовой шкаф и микроволновка и встроенный холодильник и морозильная камера самое правильное решение для хранения все очень классично все очень функционально и для жизни я считаю что это самая правильная конфигурация обеденный стол на самом деле ультра современные это столешница из керамогранита но за счет того что на ней рисунок кварцита он сразу же стал классическим и сразу же растворился в нашем классическом интерьере я считаю что кварцит это один из самых красивых натуральных камней и вот световая гамма и рисунок подойдут и под классический интерьер и под современный причем и под теплую и под холодную цветовую гамму то есть камень просто универсальный и я считаю что это находка которую дизайнер может использовать но практически в любом интерьере дизайн кухни является продолжением концепции гостиной здесь такая же плитка как в прихожей в этом метлахской обратите внимание что она вся идеально подрезана но ее просто нельзя подрезать вот так да она должна быть цельной то есть мы отталкивались от этого ковра а дальше уже разгоняли массы этого керамогранита и талон под мрамор и конечно же это все приходилось делать вручную здесь потому что любые сдвиги штукатурки какие-то поправки это все очень сильно влияет на изначальный дизайн-проект и все это заранее продумать но практически невозможно мы сделали также здесь две ставочки из латуни и они конечно же украшают этот рисунок они делают его также более классическим сложным многодельным и интересным еще один маленький но очень важный момент классический интерьер очень легко испортить решеткой вентиляции наши стандартный белый там пыльный поэтому здесь мы избавились от классической металлической решетки вентиляции и сделали вместо этого в тяге перфорацию аккуратная перфорация которая по сути и заменяет эту решетку вот эти небольшие черные прорези это по сути и есть та самая решетка за ней у нас уже начинается гофра и вытяжка работает именно на общественное пространство квартиры состоящие из гостиной и кухни с гостевым санузлом заканчивается вот этим условным тамбуром из которого мы попадаем в детскую мастер ванную и мастер спальню давайте начнем с мастер спальни мастер спальня является продолжением гостиной по стилю здесь те же стены с декоративной штукатурки красивая гипсовая лепнина зеленый цвет который перетекает у нас через всю квартиру кровать с большим зеленым изголовьем тумбочки и комод но вообще вся мебель в этой квартире делалось по нашим эскизам все согласовывалось все прорабатывалось все сделали наши дизайнеры шкаф аккуратно плетен стены вот эти филенки подчеркивают филенки стен и как бы органично продолжают эту историю и сюда мы добавили угловой элемент с доступом с двух сторон страны кровати и со стороны коридора то есть здесь можно использовать полки под разные назначения составить здесь какую-то красоту которую не видно с кровати и наоборот я хотел бы обратить особое внимание что здесь мы подбирали все до последней детали поэтому я находясь здесь испытываю огромное удовольствие потому что мне все нравится все элементы и цвета сочетаются между собой потому что часто бывает что ты приезжаешь на объект перед съемкой и видишь что заказчику кто-то что-то продал что-то странное что-то выпадающего еще полностью из вашей концепции что потом приходится просто уносить и фотографировать отдельно потому что ну вот вы что-то покупаете но скиньте просто фотографии дизайнера он скажет окей не окей и потом вы получите максимально правильный результат вот здесь все подобрано с нашим участием с нашим согласованием и мне нравятся все цвета фактуры все сочетания и смотрится это очень красиво здесь бы очень странные решения застройщика вот этот балкон он был теплый то есть там была батарея но при этом его с комнатой разделяла окно пвх ну дверь стеклопакет обычный пластиковый это очень странно смотрелось и вот в нашем классическом интерьере но это был просто разрыв шаблона поэтому мы вынесли это окно и заменили на классический межкомнатные двери с такой английской расстекловкой с импостами из стекла с красивыми филенками в таком вот как раз классическом стиле и комната конечно полностью переобразилась эта дверь стала ее наверно главным элементом и здесь за дверью мы сделали кабинет для хозяина квартиры кабинет состоит из рабочего стола и стеллажей для документов обратите внимание что у нас стоят не чугунные классические радиаторы которые могли быть отсылкой к викторианской эпохи в классическом интерьере мы поставили современные трубчатые стальные но многие не знают об этом этому радиатору 90 лет это вообще считается классикой интерьера интерьерного дизайна ему реально 90 лет это просто икона стиля и я считаю что он идеально вписывается в любой классический интерьер все помещения в этой квартире сделаны по сути в одном стиле все элементы повторяются цитируют друг друга и плавно перетекают из помещения в помещение но при этом везде есть свои особенности которые наполняют комнату именно ее собственным смыслом например посмотрите на эти стеклянные ручки и на стеллаж заполнен детскими игрушками комната сразу же заполняется идеальной атмосферой для маленького ребенка в ходе авторского контроля уже на чистовой стадии я бывал на этой квартире ну раз в неделю и постоянно выкладывал фотографии этой стены она вызывала просто массу вопросов что это как это сделано и ну для меня конечно этот предмет личной гордости она один в один повторяет наши эскизы я могу показать но это не фото обои как многие думают это не принт который можно где-то купить здесь работал художник то есть все вот эти ветки рисунки птички это все написано кистью и обратите внимание что рисунок как бы перетекает то есть здесь у нас корень дерева дальше она продолжается и и стены прорастает наверх птички растения они также продолжают наш этот зеленый цвет потому что ну по сути здесь немножко шкаф и все но зеленый цвет и вот эта концепция ботаники она также очень хорошо вписана в эту стену и конечно же это ручная работа то есть каждый такой рисунок индивидуален второго такого ни у кого нет изначально в проекте не было двухъярусной кровати но я считаю что она конечно идеально вписалась у нас часто просят эти большие конструкции ну и на самом деле тут на что нужно обратить внимание обязательно думайте о том что комната должно быть большой то есть маленькой комнате это будет просто неудобно и надо понимать как ребенок будет подниматься на второй этаж здесь конечно шикарная большая лестница и здесь проблем никаких не будет потому что иногда когда комната маленькая и двухъярусная кровать то ребенок по какой-то отвесной лестнице здесь забирается как альпинист это может быть просто небезопасно вот здесь конечно это но самое правильное самое считаю что безопасное и красивое решение я всех отговариваю ставить маленькое помещение отдельно стоящую ванну но конкретно в этом случае в классическом интерьере она зашла ну просто идеальный я считаю что это один из самых ярких элементов в этой квартире которая наполняет ее настроением именно вот такого английского классического интерьера здесь есть несколько элементов о которых я просто не могу не рассказать во первых это напольный смеситель для набора воды он уже задает какой-то интересный характер часто его ставят здесь поперек ванной но у нас пространство очень маленькая поэтому единственно подходящее место было поставить его здесь и я очень боялся потому что подводку делаю заранее что кран будет бить мимо ванной ну вот это прямо всегда очень страшный момент и его нужно очень аккуратно рассчитывать нужно иметь точные техданные на смеситель потому что промахнуться ну элементарно а переделать разводку это очень критичный момент и конечно же вот эта самая крутая вещь это верхний душ но он здесь является и штангой для шторы это на самом деле такого до этого не видел мы нашли в каталогах и это является прям крутой фишкой я такого действительно нигде не видел внутри идет подводка воды заходит в штангу и оттуда уже льется душ на стене у нас испанская плитка equip это такой не обрезанный специально рваный такой выпеченный край он идеально вписывается в классику здесь зеленая затирка очень хорошо попали в цвет и эта плитка конечно же является отсылкой к англии ко всему вот этому образом я не очень люблю решение когда стиральную машину видно особенно в классическом интерьере но здесь мы были ограничены пространством ванная небольшая поэтому мы так но я считаю что в принципе по цветовой гамме получилось за счет вот этого черного камня как-то ее писать еще один важный момент когда вы ставите столешницу над стиралкой вот поместить вот здесь умывальник практически невозможно надо либо сильно задирать столешницу либо снимать крышку и топить сифон прямо в стиральную машину в общем очень сильно колхозить здесь нам повезло есть пространство слева и мойка подклеена снизу поэтому она не очень высокая и все вместе это неплохо работает сверху огромный шкаф но на самом деле в ванной всегда есть чего хранить поэтому шкафчик просто нужен то есть если вы сделаете просто красивое зеркало то все что сейчас находится внутри у вас будет стоять на этой полке и создавать визуальный бардак здесь мы сделали такой красивый фрезерованный элемент подсветили его и все вместе это смотрится очень красиво еще один важный технический момент обязательно помните о высоте смесителя этой ручки смесителя и крана потому что здесь он сделан ну как говорится называют на тоненького то есть еще чуть-чуть и он бы уже уперся в столешницу об этом моменте надо помнить и часто когда дизайнеры просто располагают и делать развертки с этим может быть очень большой косяк а переделать это но это надо снимать всю плитку все сбивать разводить заново это может быть очень большой проблемой вся фурнитура у нас латунная зеленая плитка продолжает стену за ванной мебель зеленая то есть все элементы цитируют друг друга является логичным продолжением одного цельного интерьера за шкафчиками над инсталляция у нас находятся фильтры коллектора счетчики все что связано с инженеркой по воде у нас был выбор сделать в этом помещении постирующую комнату либо гостевой санузел но мы решили чтобы гости не ходили в нашу комнату и чтобы стиральная машина была ближе к основным помещениям мы сделали здесь только гостевой санузел здесь унитаз и буквально маленькая раковинка такие в раковины обычно делаются в туалетах в ресторанах буквально чтобы помыть руки а здесь над унитазом находится большой вместительный шкаф здесь инсталляция коллектора и вот эта полочка снимается и за ней то на самом деле огромная ниша в ней находится бойлер вот сразу незаметно но если вот туда заглянуть то вы увидите что там прямо огромное пространство она узкая поэтому функционально было его никак не использовать мы его закрыли просто бойлером еще один элемент который мне очень нравится это вот эта аккуратная перфорация за ней находится вытяжной вентилятор и мы никак не портим наш классический фасад друзья обязательно напишите в комментариях что вам в этой квартире понравилось а что вы бы предложили поменять сейчас не работает монетизация поэтому если вы хотите поддержать наш канал и выпуск новых роликов то обязательно переходите в бусте по ссылочке под видео обязательно поддержите видео лайком подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить новое видео и переходите во все наши социальные сети там очень много всего для вашего вдохновения я оставлю все ссылочки под видео до скорых встреч друзья пока пока субтитры сделал DimaTorzok coing